Добрый день! Меня зовут Гайгородова Людмила Владимировна. Я библиотекарь сектора литературы по дизайну. Мы с вами находимся в читальном зале, потому что весь наш фонд, 9626 единиц хранения, распределяется на две части. Читальный зал с компьютерами, с ксероксом, принтером, где занимаются студенты, и хранения, где хранятся экземпляры учебных изданий, вторые и третьи экземпляры, энциклопедии и так далее. Итак, мы с вами совершим путешествие по нашему читальному залу. Сразу же хочу сказать, что зал уютный и необычный, потому что стены украшены работами преподавателей и студентов Института культуры. Наши студенты – это будущие архитекторы, будущие дизайнеры среды и графики, будущие дизайнеры костюма, а также живописцы, керамисты и ткачи, ковроткачеством занимаются. Поэтому вот эта специфика учащихся и студентов, и преподавателей, она и диктует специфику подбора литературы. Здесь можно найти всё для того, чтобы преподавать и для того, чтобы учиться. И общие теоретические, и научные, и альтернативные оригинальные издания, и, конечно, практика, то есть реальная. Поэтому мы стараемся сделать пребывание наших читателей не только эмоциональным, но и информационно интересным. Раз в два раза в месяц мы меняем наши выставки. Вот 24 мая был день славянской письменности, и мы сделали выставку «Искусство создания и оформления книги». На втором стеллаже у нас энциклопедии и справочники издания, а также по искусству, а также уникальные работы и альбомы по зарубежному дизайну. Это подарок преподавателей кафедры дизайна. На свои деньги они преподавали, поездили и покупали эти альбомы, чтобы студенты могли учиться. Фонд нашего дела пополняется за счёт дарения. Вот у нас один из вариантов, например, бывший врач Усольцева Нина Евгеньевна. Когда её не стало, то её дочь по решению матери передала нам большие коллекции альбомов, в том числе шедевры мировой цикл живописи. Или, например, был у нас такой Владимир Меньшенин из «Орбита». Он работал в Тюмени и собирал музеи мира. Подарил целую коллекцию. Из частной библиотеки Ларисы Беспаловой. Наталья Павловна Соколова, директор библиотеки. Геннадий Васильевич с кафедры дизайна. Геннадий Васильевич Вершинин. И, конечно, вот эта вот большая выставка. Это нашего главного и одного из ведущих, выдающихся издателя Тобольского, Аркадия Елхимова. Его подарки – вариант издания «Тобольская вся Сибирь», благотворительный фонд возрождения Тобольска. Вот первый номер – Тюмень. Более 20 уже таких по городам Тобольска. Сибирский художественный музей и так далее, и так далее. Альбомы по искусству. То есть я хочу сказать, что это небольшая выставка. Это выставка подарков, которые нам дарят для того, чтобы занимались наши студенты и преподаватели. В нашем фонде 3068 единиц хранения периодических изданий. И вот если мы книги планируем, расстановка у них по ББК, то здесь так называемая тематическая, алфавитная. Все для архитекторов. Архитектурный вестник, архитектура, дизайн, строительство, дизайн, дайдже, архитектурный и так далее. Следующие, конечно, для наших дизайнеров. Знаменитое издание «Домос», знаменитые журналы «Домос». И подарок, опять же, преподавателей кафедры – это журнал о мировом дизайне «Как?». Это 2010-й, но журнал морально не устарел. Его с удовольствием листают и смотрят преподаватели. На обороте есть, продолжается наше издание, журналы. Это, конечно, любимые и дизайнерами, и архитекторами журнал «Проект Россия». Тематические. Они помогают интерьер, мечты, «Большая Москва», «Наследие» и так далее. Они помогают делать проекты. Интерни, татлин на русском языке, «Интерны» и «Домос» на иностранных языках, интерьеры. И очень любопытный или любимый многими раздел – это стеллаж журнала по искусству. Я делаю каждый раз, каждый понедельник, такую небольшую выставку. Посмотрите, какие у нас есть искусства, есть русская галерея, наши наследия, «Диалог искусств», «Теория моды». То есть, обратите внимание, полистайте, вдруг вы найдете для своего проекта одежды, коллекции, или для своего каллиграфического какого-то проекта вы найдете идею у великих художников. Затем раздел «Дизайн», в том числе «Теория и практика дизайна», биография дизайна, информационная технология в помощь дизайнеру. И затем следующие стеллажи – это искусствоведение, искусствознание, история искусства. И здесь нужно обратить внимание, что на этом стеллаже небольшая целая полочка верхняя. Это изобразительное искусство Урала-Сибирского региона. Художники, скульпторы, тюменские, тобольские, отдельные альбомы, отдельные каталоги выставок и так далее. Затем архитектура, городостроительство. И в том числе отдельно выделен маленький раздел как бы тоже вот нашей Тюменской области, зодчество и строительство наших городов. И в то же время мне хочется обратить ваше внимание на любимый всеми раздел. Всеми любимый почему? Потому что и дизайнеры, и будущие специалисты в области типографики, дизайнеры костюма, они всегда изучают орнамент, декоративно-прикладное искусство. И этот орнамент одновременно. Здесь же продолжается и история костюма, теория костюма, построение, история костюма, отдельные биографии и так далее, и так далее. Затем продолжается собственно скульптура и теория, и биографии скульпторов великих. А здесь уже технология живописства. Пожалуйста, вот вам теория живописи, реставрация картин, композиция, перспектива, анатомия, цвет, колорит, техника, живописи и любимая мною теория графики. То есть графика это что-то уникальное. В этом разделе у нас и плакаты, и сатирические альбомы сатирических рисунков, и, конечно, книжные иллюстрации, виды городов и книжные иллюстрации. И вот эта тема книжной иллюстрации, она переходит на другой стеллаж. Вот они, маленькие шедевры оформления книги, о которой мы рассказали на нашей выставке, посвященной 20 дню славянской письменности. И весь этот раздел – это книги для будущих издателей. Шрифты, в том числе древняя русская полиография, современные шрифты, каллиграфия, оформление, типографика, управление цветом, как издавать брошюру, оформление книги, как издавать книгу, как издавать то, другое, третье. То есть вот всё, что нужно для преподавателя и студента. И, конечно, отдел фотографий, ну и небольшие разделщики философии, истории, эстетика, религии, чтобы наши студенты знали, что вот гуманитарное знание не заканчивается в области искусства, но есть ещё огромные. А вот на этих стеллажах, два стеллажа – отечественное искусство русское до 17-го года и новейшее. Здесь стоят по алфавиту, по фамилиям художников. Потому что главное найти работу Воснецова, Брюлова или Иванова, Левитана и так далее, а потом уже фотографировать и листать. А вот эти два стеллажа – это зарубежное искусство по алфавиту стран, живописи Англии, Германии, Испании, Италии и так далее. А внутри уже опять по алфавиту художника. У нас очень хорошо подобран, очень такой своеобразный, небольшой, но хорошо подобранный разделщик направления стилей в искусстве. Во-первых, начиная от импрессионизма и все современные течения, и кинетизм, и кубофутуризм, и чего здесь только нет. И удивительная полочка, которую у нас прямо мы бережём, как зеницу ока. Кафедра дизайна для студентов передала нам лучшие дизайн-проекты, дипломные работы, портфолио, основы оформления, макеты. Причём макеты как? Вот издают книгу, вот, пожалуйста, Кропивинская книга. Вот так должна быть оформлена, такое решение, вот такой текст. А потом уже просто, вот она книга, как бы макеты. И поэтому наши студенты, конечно, с удовольствием смотрят и, очевидно, какие-то идеи всё-таки используют, потому что здесь лучшие из лучших. Ну и мне хотелось бы сказать ещё один. Очень часто книгу сравнивают с окном в другой мир. Поэтому каждая книга, особенно книга по искусству, это действительно окно вне удивительных красок, образов, эмоций, чувств. И поэтому мы приглашаем вас прийти к нам в наш читальный зал. И обратите внимание, и, может быть, вы возьмёте книги или журналы, но одновременно и 267 наших дисков, электронных документов с помощью учащимся, а также небольшая коллекция анимационного, документального и художественного отечественного зарубежного фильма. Итак, приглашаем вас посетить наш уютный читальный зал.